Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я, Макс, это канал Шестерёнка, и, как вы понимаете, я потихоньку обновляю свой компьютер. Вы видели уже полноценный обзор системного блока, и вот время дошло до материнской платы. Как вы понимаете, X670E. Да, я всё-таки остановился на AMD, причём у меня никаких проблем не было с Intel, и вот до этого у меня стоял 3D Reaper, по-моему, 950 какой-то. Отлично отработал, каких-то проблем нет. В общем, решил я взять на 7950X3D. Пока он ещё не пришёл, я сейчас жду, чуть цены упадут, потому что сейчас какие-то вообще сумасшедшие по 59 с гаком тысяч, и ещё ждать 2 недели. Я думаю, что как раз пока я всё это дело докуплю, и уже цены на него упадут. Ну, я, по крайней мере, надеюсь. Остановился я на компании Asus, хотя перед этим у меня стояла материнка от MSI, тоже достаточно дорогая, но я её очень далеко, давно покупал, поэтому она достаточно старая. Я выбирал между MSI и X670E Ace. Ну, Good Like я особо не смотрел, потому что там какие-то цены заоблачные с этим экраном. В общем, толку нет. Потом мне очень понравился Asus Rock Taichi, и, соответственно, Asus Rock Crosshair X670 Extreme. Честно сказать, выбирал я уже не по внешнему виду, не по каким-то параметрам. Я уже нашёл 3-4 платы, которые мне подходили, соответственно, и смотрел цены. Приобрёл я её вот на день съёмки видео за 65К. Сумасшедшие деньги, полностью с вами согласен, но цены в магазине при этом, если посмотреть там на Озоне ещё где-то, то, ну, на Озоне там вообще, по-моему, 88, а реальная цена где-то 70, ну, 75, ну, вот, можно при желании найти. Что я хочу сделать в этом видео? Полностью её распаковать, посмотреть подсветку, посмотреть все входы-выходы, разобрать все слоты для M.2 SSD, в общем, посмотреть всё, что можно максимально вот в таком состоянии. Что, друзья, давайте, наверное, начнём. Поехали! Давайте, наверное, начнём с открытия, что находится внутри, и потихоньку пойдём всё это дело разбирать. Здесь идёт вот такая пластиковая защита. Под защитой у нас, естественно, идёт сама материнская плата, очень красивая, всё здорово. Мы её чуть попозже рассмотрим более подробно. Дальше открываем эту часть. Так, тут у нас идёт раз, два, три, четыре коробки. Давайте начнём, она вообще вытаскивается, вся эта штука, не знаю. Так, тут у нас идёт поролончик. Давайте, наверное, я буду потихоньку вытаскивать, и уберём коробку, и будем рассматривать, что находится внутри. Флешка с логотипом ROG, обычная USB-шная, отвертка. Симпатичная, удобная, естественно, всё, Republic of Gamers. Ну, согласитесь, может быть, это и не такая нужная штука, но всё равно приятно, когда это есть. Дальше у нас идёт блок управления. Блок управления, сейчас мы его быстро... Идёт вот такая замечательная коробка. Это подключение всех вентиляторов. То есть, шесть вентиляторов, шесть подсветок. Здесь идёт подключение именно к самой материнской плате. То есть, чтобы вы спокойно могли освободить материнскую плату от кучи проводов, она у нас будет спрятана... Ну, лично у меня она будет спрятана на задней части компьютера, чтобы её было не видно. Тут у нас идёт очень интересный модуль. Для подключения M.2 накопителей. ROG Gen Z2. Made in China. Вот так вот всё это дело выглядит. Здесь у нас идёт вот такой накопитель. Давайте посмотрим, что находится внутри. Здесь всего нужно четыре болтика открутить. Тут у нас идёт прокладка. Главное, да, везде написано, что уберите её, уберите её, уберите. Слушайте, радиатор, вот именно вот этот радиатор весит достаточно прилично, я вам хочу сказать. 164 грамма. Так, оставшаяся часть, кстати, тоже с радиатором. У нас весит 75 грамм. На оставшейся части сюда подключаем сам M.2 накопитель, SSD. И с этой стороны, я так понимаю, уже... Судя по тому, что радиаторы разные стоят, мне кажется, что с одной стороны идёт 5-го поколения, а с другой стороны идёт PCI-Express 4-го поколения. Ну, насколько я понимаю, может, я не прав, потому что это моя первая, да, распаковка этой материнской платы. Максималка у нас идёт 2-2-110, да, ну и, соответственно, любые варианты вы можете сюда прикрепить. Да, здесь идёт Gen-4, четвёртое поколение. Вот видите, написано, не знаю, видно вам или нет, четвёртого поколения. А вот с этой стороны, где уже стоит у нас более здоровый радиатор, здесь идёт Gen-5. M2, то есть Gen-5 сюда уже подключается. В общем, и всё это дело устанавливается в материнскую плату. Обязательно посмотрим, каким образом это будет выглядеть. В этом же отделении снизу у нас идёт ещё один офигительно тяжёлый предмет. Это у нас тоже для подключения SSD пятого поколения, который вставляется в PCI-Express. Вот здесь написано PCI-Express 5.0 M2 Card. Карточка становится вот таким вот образом. Давайте посмотрим тоже, что она из себя представляет. А тут, кстати, болтики вываливаются. Что странно, да? На тех платах они не вываливались, а тут они откручиваются и тупо вываливаются. Ну ладно, я думаю, что мы это переживём. Так, с этой стороны у нас идёт металлическая крышка. И тут у нас идёт, слушайте, тут у нас идёт вообще пипец радиатор. Сам радиатор 319 грамм. Если положить вторую металлическую, это уже 389. Ну и саму плату давайте посмотрим. В общем, всё это весит 482 грамма. Выглядит всё вполне себе. Здесь, естественно, идёт защита пока. Ну, на самом деле, я, наверное, её пока использовать не буду. Во-первых, ну у меня нету тупо PCI-Express 5 M2 карты. Так что, друзья, это я пока использовать точно не буду. У меня, кстати, идёт, наверное, в этот слот карта захвата видео. Сам радиатор прям просто внушительных размеров. Я думаю, что если вдруг очень горячая карточка у вас, если она начинает троттлить, то, соответственно, установив вот сюда её, перегрева у вас не будет на 100%. Да, всё это идёт для одной карты. Термоплокладка, кстати, идёт очень тоненькая. Если вдруг что? Не знаю, если вдруг у вас... Здесь она идёт. Ну, здесь она, кстати, чуть потолще идёт. Не знаю, видно, не видно. Вот, её толщина чуть-чуть потолще. Сделано всё, естественно, великолепно. Каких-то претензий быть просто, наверное, не может. Ну, лично у меня претензий нет. Я считаю, что вообще это одна из самых красивых материнских плат. Сейчас померяем толщину самого радиатора. 7, почти 8 миллиметров. Толщина самого текстолита у нас идёт... Ну, почти 2 миллиметра. Так, в отдельной коробке у нас идёт... Это чё у нас идёт? А, это антенны идут. Можно её установить так. Можно её... Здесь резинка идёт. И ещё идёт, по-моему, её можно куда-то прикрутить, да? Ну, судя по тому, что вот здесь идёт дырочка, да? Мне кажется, её, наверное, куда-то можно прикрутить. Ну, выглядит она ничего особенного. Провод, коннекторы. Ну, естественно, логотип Asus. Как же без этого? Они без этого не могут. Следующее отделение. Запасное крепление SSD. Ну, я так думаю, что запасное. Потому что, наверное, там уже стоит. Хрен его знает. Так, это у нас подключение чего-то там к чему-то. Это похоже на RGB-шные какие-то дела. А, это как раз-таки похоже на подключение вот к этой плате. Нет, не похоже. А может и похоже. Может и не похоже. Нет, не похоже. Но шанс был. Шанс был. Так что вы меня не бейте, если кто в курсе, что за подключение. Здесь идёт трёхпинный и здесь идёт шестипинный, естественно, раздвоитель. Подключение контактов корпуса. Ну, соответственно, чтобы включать-выключать, все дела. Дальше у нас идёт какие-то два очень маленьких и очень интересных болтика. Не знаю, видно вам, не видно. То есть, болтик и болтик с возможностью закрутить в него ещё один болтик. Два коротких проводка. Обычных. Чё-то они, наверное, удлиняют. Три даже. Четыре. Они абсолютно одинаковые. Термопрокладка. Не знаю, запасная, не запасная. Но, по крайней мере, идёт для SSD явно. Так, тут у нас идёт две резинки. Две резиновые заглушки. Причём, да, такие вот прям как пробки. Не знаю, видно вам. Непонятно для чего. Тут идёт пустой пакетик. А, нет, ещё одна запасная крепление SSD. Тут идёт два квадратика. Обычный двойной скотч толстый. Ну, я так понимаю, не похож на термопрокладку. Либо просто какие-то резиновые ножки. Хрен его знает. Что это такое? Ещё один болтик с болтиком. Ещё один болтик с болтиком. Я так понимаю, что это всё, скорее всего, под SSD. Поддержка и откручивание видеокарты. Что это для поддержки вашей видеокарты и для того, чтобы её отщёлкнуть. Вот она, по сути, ездит. Ничего особенного здесь нету. Ну, и тут идёт крепление. То ли магнитное, я не знаю. Да, магнитное. То есть она магнитит. Непонятно, к чему его магнитить. На резиновой подножке. Но у меня карта будет стоять вот так. То есть не как обычно висеть. А она у меня будет висеть сверху вниз. Поэтому я думаю, что эта штука мне тоже вряд ли пригодится. Так, дальше у нас идёт наклейка. Вы посмотрите, какая классная. Вы сейчас скажете, что ты идиот, что ли, нам наклейку показывать? Ну да, я идиот. И она ещё и металлическая. Ну, классно же, а? Ну, скажите, приятно. Я понимаю, что, конечно, халявой это не назовёшь. Но мне кажется, что вот именно таким должна быть комплектация. Хорошей материнской платы. Чуть-чуть попозже мы проверим, как это подключается к материнской плате. Итак, это портативный осциллоскоп. При помощи этого гаджета можно визуализировать напряжение и тактовые чесноты основных компонентов. Также осциллоскоп, рок-труба, вальтикан можно подключить к другому компьютеру для диагностики неполадок во время загрузки вашего компьютера. То есть, я так понимаю, что это проверяет всё напряжение. Если вдруг у вас что-то погорело или что-то, я не знаю, не работает или какие-то проблемы, вы можете это посмотреть, если вдруг у вас включается что-то на своём ПК. И плюс подключить к другому. И написано, что ещё должно идти 4 кабеля к нему. Ну, пока я что-то не вижу ничего похожего. Но, наверное, сейчас что-то будет ещё дальше, потому что тут ещё дофига всего. Вы не думайте, это не конец. Дальше у нас идёт вот такая папка, естественно, с документацией. Сразу вам скажу, что всё на английском языке. Здесь ничего нету. На русском вообще ни на каком языке. Дальше у нас идёт гарантийка. Вот такие вот замечательные наклейки. Ну, выглядят очень дорого-богато, да. Вы видите. Стильные наклейки. Ничего не могу сказать. Приятно. Какой-то Asus Web Storage. Я не знаю, вам дают терабайт чего-то. Куда-то. Идёт Motherboard Lightout. На русском языке здесь есть. Так, дальше идёт ещё какая-то инструкция. Тоже русский язык есть. Идёт отдельная инструкция для фан-контрол. То есть, как подключить, какие вентиляторы, куда, что это. Видите, как это устанавливается. В общем, все дела. Дальше у нас идёт вот такая вот замечательная бумажка. Ну, рок приветствует вас. Тыры-пыры. Вот её. Get ready to rock the gaming world with rock. В общем, будете радоваться и смотреть на эту бумажку. Вы думаете, это всё? Ничего подобного. У нас идёт ещё вот такой комплект. Так, вот это, мне кажется, как раз... Да-да-да-да-да. Смотрите. Тут идут датчики. Датчики. Три датчика. Я так понимаю, что, скорее всего, это, наверное, подключается куда-то вот сюда, в эту плату. Возможно. Либо это просто подключается к материнке, и вы уже запихиваете их куда хотите. Вот такой переходничок у нас идёт. Шесть на шесть. Каким-то вот образом это выглядит. Дальше. Я специально вот эти штуки распаковал. Чтобы долго не занимать время, идёт два кабеля. Ну, их на самом деле четыре. Там ещё два есть. Один Г-образный, один прямой. Вот в такой вот оплётке. Ну, выглядит очень классно. Правда, он очень жёсткий. Ну, надеюсь, что кабель хороший. Ещё один такой же кабель идёт. Дальше у нас идёт... Это что такое? А, ну, это, в общем, на ключ и брелок. Ещё один кабель для SATA. Вот это вот идёт у нас подключение USB-шное. Я так понимаю, что оно идёт micro-USB. И, соответственно, к материнке. То есть, это управление вот этой штукой. Дальше какой-то переходник с трёх каналов на ещё девять. Не знаю, в общем, ещё какой-то переходник идёт. Двойные наклейки. Ну, двухсторонний скотч, по сути, толстый. Ещё два провода удлинителя. Тут у нас идёт... Вот это я не знаю, что такое вообще. Оно подсоединено. Написано GR... GRB. Так, дальше у нас идёт ещё удлинитель. И ещё один удлинитель. Коробки больше ничего интересного. Интересного я не нашёл. Так что, друзья, вот такое вот количество всего вы получаете... Ну, я бы не сказал, конечно, бесплатно. Мне даже не повернётся. Ну, в общем, что-то здесь очень нужно. Что-то здесь просто хорошего качества и приятно. Ну, и что-то просто нафиг не нужно. Так, ну что, давайте, наверное, потихоньку перейдём к самой материнской плате. Так, с этой стороны не открывается. Так что вот эти штуки аккуратнее не сломайте. Если вдруг на силу вообще ничего делать не надо. Здесь открывается с двух сторон. Да, я уже вижу. Итак, по модулям. Если вы устанавливаете один модуль, то, получается, ставить его нужно вот сюда, вот в A2. Если вы устанавливаете два модуля, то, соответственно, в A2 и в B2. Вот сюда вот. Если вы устанавливаете, ну, естественно, четыре модуля, то есть, по сути, проверить, допустим, вот этот вот и вот этот можно только, когда вы установили все четыре модуля. Да, один, если сюда, два, соответственно, сюда, сюда. И все четыре нужно сначала запихнуть, все четыре, а потом уже проверить. Я так понимаю, что в любом случае она не запустится. И плюс я читал в обзоре, что будет долгая проверка памяти, потому что здесь стоит два чипа. Сейчас мы посмотрим, я не знаю, здесь или здесь они стоят. И я не знаю, к чему это. Хорошо это или плохо, что она проверяет. В общем, вот такую штуку какую-то я прочитал. Куда у нас устанавливается вот этот вот слот? Он устанавливается у нас сюда. Выглядит, в принципе, все достаточно надежно. И причем, да, все это будет самое, что интересное. Сейчас хочу просто попробовать. Вот, причем самое, что интересное, он особо не мешает ничему, что очень здорово. И мне кажется, что он будет достаточно хорошо охлаждаться. Что просто супер, потому что, ну, в любом случае, да, у вас наверняка какие-то будут вентиляторы стоять по бокам. И он будет обдуваться идеально. Так, и где вот это у нас громохало из-под мышки? Так, вот эта вот огромная плата, она устанавливается у нас, соответственно, вот сюда. Таким вот образом. Так, ну, сейчас она у меня не установится, но, соответственно, здесь у вас будет видюха. Не знаю, хватит ли толщины или не хватит. Но, по крайней мере, вот от нее до следующего слота, мы можем даже померить при желании, приблизительно хотя бы. Так, от нее до следующего слота 78 миллиметров. Ну, в общем, почти 8 сантиметров. Не знаю, встанет, не встанет, соответственно, сюда вы ее установить не можете. То есть в этот слот она в любом случае не встанет, поэтому имейте в виду, если вдруг толстая видеокарта, то, наверное, только сюда можно установить Gen 5. А, ну, и сюда, естественно, да. Так, все, снимаем вот эту и пойдем по коннекторам, по подключениям. Тут у нас идет две кнопки, это, соответственно, очистка, это перепрошивка биоса, то есть запись. А вот эта вот, видите, она в квадратике, она работает вот с этим вот USB. То есть вставили, нажали, да. Дальше у нас идет три порта USB 3.2, естественно, тип А. Тут идет Type-C 3.2, раз, два, три. Вот у нас получается три порта Type-C 3.2. Дальше у нас идет сеть 10 гигабит, 2.5 гигабита. Я не знаю, если кому-то это нужно, 10 гигабит лично, я, наверное, ну, не буду пользоваться. Дальше идет, здесь у нас, естественно, идет тоже 3.2. Здесь у нас идет тоже 3.2 USB. Вот эти, смотрите, вот эти вот три у нас, получается, идут тоже 3.2. Но, как я понимаю, вот этот крайний, он и работает, и как 3.2, и, видимо, как для того, чтобы сделать биос флешбэк. Не знаю, я не пробовал, но я думаю, что он работает как обычный, скорее всего. Подключение антенны. Естественно, подключение аудиосистемы. Оптический, задний, центральный сабвуфер, line-in, line-out, mic-in. Все это подсвечивается нужными цветами, так что, я думаю, всегда можете посмотреть. В общем, ничего сложного. Дальше. Вот этот вот порт тоже очень интересный. Это у нас USB 3.2 Gen 2x2 Type-C порт C18. То есть, я так понимаю, что это и вот это вот идет еще как дисплей порт. То есть, если у меня будет переходник с USB Type-C на HDMI, по идее, я могу с процессора, если у вас в процессоре встроенная видюха, вывести изображение. Не знаю, работает это, не работает. Ну, значок дисплей порта есть, поэтому я думаю, что, скорее всего, работает. Когда будем подключать все это дело, либо когда я уже соберу комп, я обязательно, может быть, сниму отдельное, либо короткое видео, вообще работает эта штука или нет. У меня есть переходник с телефона на HDMI, но не знаю, подойдет он или нет. Я сначала его попробую, если нет, то захожу в обычный кабель. В общем, тут все понятно, все элементарно. Бумажку отклеили, все красиво, ничего не отваливается. Хотя болтается, но ничего не отваливается. Так, на задней части у нас идет практически целиковая металлическая плита. Сейчас посмотрим, сколько она толщиной. Толщиной она почти 2 миллиметра, 1,77. И она прям, прям здоровая. Ну, выглядит все, я так думаю, что вы сами видите, все замечательно. Хотя вот это я вроде... А, я клал ее куда-то точно. Так, давайте подключим, наверное, сразу подсветку. Она почему-то включается с самого начала. Я не знаю, как это выглядит, когда я все подключу. Сейчас, один момент. Просто показать по подсветке, как все это дело выглядит. Вот, я выключил свет. Вот таким вот образом все это дело выглядит. Смотрите, здесь идет, я так понимаю, обычный RGB. То есть, наверное, можно включить, нельзя. Здесь идет RGB тоже. Она немножко заходит вот сюда. Ну, точно, она освечивает вот здесь вот. Вот здесь вот совсем немного. Ну, не знаю, видно, не видно. С этой стороны вообще ничего не... То есть, вот это вот подсвечивается. Выглядит на самом деле симпатично. А тут идет дисплей. Я не знаю, OLED, не OLED. Нет, ну, честно говоря, мне все равно. Но достаточно хорошего разрешения. Тут идет какой-то даже фильм, ролик. Я не знаю, можно сюда засунуть свой ролик или нет. Можно сделать, чтобы шестеренки крутились. Так, ну это ладно, для меня. Здесь идет пиксельный дисплей. Написано ROG. Тоже идет какое-то изображение. Не знаю, связано оно вот с этим или нет. Но, по-моему, нет. Наверняка можно как-то все это дело будет настроить. И дальше у нас идет подсветка вот здесь вот. То есть, это идет подсветка соединений. Сейчас попробую вам показать, если я ее не сломаю. Так, вот видите. Также вот этот дисплей снизу, вот он показывает, если вдруг какие-то ошибки или еще что-то. Помимо вот этого, он, я так понимаю, что тоже пишет. И температуру, и ошибки, и, в общем, много чего он выдает. Это мы уже посмотрим при обзоре программного обеспечения. Так. В общем, с подсветкой все понятно. Куда подключается ROG True? Вольтикан, блин. Он подключается, я так понимаю, либо вот в эти USB. Либо вы используете вот тот наверняка кабель, удлинитель. Либо уже, грубо говоря, используете вот таким вот образом. Здесь есть micro USB. Не знаю, видно, не видно. Подключаете его таким образом. Ну и, соответственно, уже коннектите все сюда. И все это дело просматриваете, проверяете. Ладно, поехали, наверное, вот с этого вот бока. Вот это у нас, получается, идет аудиоразъем для подключения, соответственно, на вашем корпусе всех входов, выходов. Тут, как обычно. С этой стороны у нас идет похожий коннектор. Это для подключения передней панели вашего корпуса. То есть, ну, все лампочки, сбросы, включения, выключения. В общем, все идет вот сюда вот. Там как раз мы рассматривали переходничок, который сюда вставляется. Насколько я понимаю, вот этот плюс и минус, это для повышения частоты процессора. То есть, для разгона, что ли, точно не могу вам сказать. Это включается в BIOS. То есть, изначально, если вы будете нажимать, они не будут работать, потому что они отключены уже в BIOS непосредственно. Дальше идет вот этот коннектор. Вот этот переставляется, то есть, с джампером. Это для холодной загрузки. А рядом, вот этот снизу, идет как раз для вот этой штуки. То есть, он отдельно для нее подключен. Не знаю, как ее подключать, куда, чего. Но, а, ну, наверное, да, судя по этим самым, вот как раз идет, наверное, провод сюда. Он зарезервирован вот под вот эту штуку. Так что, имейте в виду, вот эта нижняя часть зарезервирована под нее. Вот это вот для авторизированных технических служб ASUS идет. Я не знаю, что это значит. А, и вот этот вот включатель. То есть, вот эта штука и вот этот включатель. Здесь как раз RSVD написано 1 и 2. То есть, его не надо включать. Он должен у вас все время быть выключен. Имейте в виду вот этот вот. А сверху идет два коннектора. Это температурный датчик, как написано. А, как я понимаю, вот эта альтернейшн мода, это на, как раз таки, PCI Express поколение. Четвертое, третье, соответственно, и автоматическое. То есть, вы можете вручную вот это вот автоматический режим. То есть, материнская плата сама выбирает. Если мы переключаем на одно, это у нас четвертое поколение. Это у нас PCI Express третье поколение. Не знаю, зачем это надо. Но, видимо, если вдруг автоматом что-то не определяется, то, соответственно, переключаете вручную. Это у нас Slow Mode, режим замедления. Вот этот у нас вариант, рядом, который находится. Это у нас V-Lunch. Я так понимаю, когда вы его включаете, это для каких-то энтузиастов, которые будут следить за напряжением. То есть, он записывает максимальное и минимальное напряжение. Куда бы это записывает, я не понимаю. Либо он вам показывает, либо еще что-то. Это, в общем, это связано с напряжением для отслеживания. Вот это вот у нас идет для подключения USB 2.0. Вот это на переднюю панель 3.2 USB. Дальше у нас идет три кнопочки. Повторить, BeUSwitch и Safe Mode. То есть, я так понимаю, это те же самые, которые идут здесь. Ну, видимо, я не знаю, дублированные, не дублированные. Здесь подключение вентилятора. Так, вот эти два у нас идут. Это W-In, W-Out. Вот, честно вам сказать, не знаю, что это. Возможно, это для подключения датчиков. Если у вас на помпе экран будет, знаете, черт его знает. Потому что, видите, он белого цвета. Здесь как раз водяная помпа. И он белого цвета неспроста. Давайте сейчас вот это вот я сниму. Как раз посмотрим, что здесь находится. И, в общем, с нижней частью мы с вами завершим. О, смотрите, эти не вываливаются. Так. Снимаем вот этот радиатор. Немеренной толщины. Причем, самое что интересное, он у нас идет тоже по толщине 5,5 миллиметров. Почти 6 миллиметров. Выглядит очень красиво. Естественно, с двумя наклейками, с двумя термопрокладками. Так, ладно. Убираем. Что у нас открывается тут? Вот SSD. SSD. А, вот они. Видите, вот эти штучки, я так понимаю. Вот они, наверное, там и давались. Если вдруг вы их потеряете или еще что-то. Вот эти вот. То есть, его не нужно прикручивать. Вставил, закрутил. Батарейка идет. 2242 и 2246. Ну, сюда можно установить максимальное. То есть, длиннее здесь уже не получится. А тут у нас как раз вот сверху идут вот под этой панелькой. Два чипа X670. Она не снимается. Ну, она, наверное, как-то снимается. Но я ее не буду снимать. В общем, здесь откручивать не надо. Они находятся вот здесь. Один здесь, один вот здесь. Так, ну, с этим мы разобрались. Здесь вот кнопка. Я думаю, вы знаете, да? В курсе, если у вас длинная видеокарта, то, соответственно, отщелкивать ее нужно вот таким вот образом. Нажали. И все. Здесь идет на тросики. Здесь идет вручную. Либо вот той штукой, которая вам давалась. Видите, здесь, чтобы она не соскользнула, как раз есть. Так, все. Это можно закрывать и убирать. Больше здесь показывать нечего, я думаю. Это у нас готово. Низ мы прошли. Так, с этой стороны мы все прошли. Эти две стороны мы закончили. Так, хотел показать вам сразу кнопки. Здесь экран с ошибками. Идет старт. Флекс кей. Это Reset по умолчанию. Ее можно перенаправить. То есть, ну, поменять в биосе. Ну, по крайней мере, так написано. Тут у нас идет USB. А тут у нас идет сверху тоже USB 3.2. Так что, если вдруг еще нужно. В общем, дофига всего на самом деле. На этой части у нас идет, короче, 6 портов SATA 6 гигабитных. Вот они находятся здесь. Тут у нас идет для подключения вентилятора. Это у нас идет USB 3.2 Gen1. Вот эти обе. Дальше идет у нас на RGB подсветку. Вот он идет 5-ти вольтовый, 3-х амперный. И вот этот вот беленький справа. Он идет на RGB подсветку. Это у нас разъем глубокого питания идет. Вот эти два. Это у нас вентиляторы и помпы. Ну, то есть, либо то, либо то. Так, с этой стороны у нас, понятное дело, идет для подключения питания. ProCool. Вот выглядит это таким образом. А вот эта вот штука для подключения вот этих всех датчиков водяного контроля температурости, скорости потока, сигнала об утечке воды. В общем, сторонних производителей, как здесь написано. Все это дело можно, естественно, вот через этот коннектор вручную настраивать. Я пока не знаю, куда это подключать. У меня пока водяного блока нет. Он должен прийти на днях. Я обязательно вам покажу, есть ли там такое или нет. В общем, я пока не в курсе. Но все это касается разъем для водяного блока. Так, вот это у нас получается. Это у нас идут вентиляторы. Все три блока идут вентиляторов. Это у нас идет, опять же-таки, на подсветку. Вот этот вот коннектор идет тоже на подсветку. Вот это у нас идут точки измерения, я так понимаю, напряжения вручную, если вы будете все это дело подключать. Я так понимаю, что вот эти вот коннекторы, которые торчат вот здесь, это идет для подключения вот этой вот вальтикана вот этого. Потому что я понятия тоже не имею. Но они очень похожи на то, что есть на нем. Поэтому, скорее всего, это для этого дела. По большому счету, со всеми входами-выходами здесь, ну, я бы не сказал, что, конечно, просто. Разбираться нужно. Обязательно читайте инструкцию. Смотрите, куда будете вставлять оперативку. Смотрите, как подключать процессор, как вставлять его. Обязательно не забудьте вот эту вот штуку. Я, конечно, понимаю, может быть, я это зря вам говорю. А... Сейчас. Вот, вот этот треугольничать. Видите, он находится сбоку. На процессоре нарисован такой же. Поэтому, если вы будете подключать вот таким вот образом, не забудьте про него. Я хочу сюда поставить вот эту алюминиевую плату, которая при... Ну, грубо говоря, прижимает целиком процессор. Не знаю, насколько она полезна, не полезна. Но, по крайней мере, мне ее привезут. И надо будет поставить. Она тоже черная. Будет хорошо смотреться. Здесь будет стоять водянка. Водянку вам покажу чуть позже. Ну что, друзья, что я могу сказать вам в завершении? Вы меня не бейте сильно, если вдруг я где-то что-то накосячил, что-то ошибся. Лучше напишите внизу. Это заодно поможет людям, которые будут смотреть это видео, почитают как раз ваши комментарии. Что касается вообще кастомного охлаждения, я его делать не буду у себя. Во-первых, честно говоря, я ни разу с этим не связывался. Но дело не в этом. Мне очень хочется, честно вам скажу, попробовать. Но, во-первых, я не вижу особого смысла, кроме визуального. Потому что лучше, на мой взгляд, взять ту же 4090 от MSI с водяным охлаждением, уже со встроенным, со своим радиатором. И отдельно, естественно, водянку там на 360 мм. Для процца, мне кажется, будет вот так вот. Достаточно. Плюс, почему я не хочу еще кастомную брать? Потому что, если я все это дело установлю, все будет красиво, здорово. Мне очень часто что-то нужно вытащить, вставить, почистить. В общем, у меня с этим болезнь. Я не люблю пыль в компьютере. Постоянно что-то разбираю, чищу. Поэтому с водянкой я чувствую, что я замучаюсь. Не дай бог, что-нибудь случайно дернешь, стукнешь, все это вытечет. Поэтому, ну, нафиг. С таким водяным охлаждением, которое уже установлено, я уже привык. Там все просто. Ничего не мешает. Снял вентилятор и продул это. Прям не снимая радиатор. И каких-то проблем нет. Лично мне материнская плата зашла прям на все 100%. Я очень доволен как внешним видом. Потому что мне реально понравился так и внутрянкой, так и исполнением, качеством исполнения толщиной металла. Потому что при нагреве, при всех этих делах, чем толще, тем больше все это охлаждается. В общем, всему железу становится проще дышать. Надеюсь, она у меня проработает не один год. И BIOS будет обновляться нормально. Потому что нужно обновить на X3D процессор. Обязательно. Ну, по крайней мере, они так пишут. Я еще не подключал ничего. Поэтому, друзья, очень хочется услышать от вас комментариев и лайков, если вдруг видео зашло. С вами был, как всегда, я Макс. Это канал Шестеренка. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok